5 октября текущего года на автодороге Казань-Оренбург водитель Тойоты, 1999 года рождения, выезжает с Москвы со своей супругой, супругу оставляет в Казань, сам выдвигается в Альметьевск ночью. В утомленном состоянии выезжает на встречную полосу движения в Чистопольском районе. Во встречном автомобиле водитель и пассажир скончались. Коллеги, вот хочу сказать, что та трагедия, которая происходит на дорогах из-за выезда на полустречном движении. Не успели внести в слайды вчера ДТП. Сармановский район, парень на автомобиле Шкода, выезжает на встречную полосу движения, скончался на месте. Во встречном автомобиле двое пострадавших, тяжелые травмы направлены в лечебное учреждение. Сотрудниками госавтоинспекции пресечено более 16 тысяч нарушений по ДДС связан с выездом на встречную полосу. С 10 января 2022 года вступил в законную силу изменения, которыми усилена ответственность за нарушение правил дорожного движения, связанное с превышением скорости и выездом на полустречное движение. Простыми словами, если сказать, когда водитель управляет повторно, уже попадается, будучи лишенным за выезд на полустречное движение, подвергается уголовной ответственности. Такие факты уже в республике есть. Кроме того, установлена ответственность в отношении лиц, уже имеющих судимость по данной статье, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет, по второй части – до трех лет. Мы говорим о наказании в адрес водителя, но мы должны, наверное, говорить о том, что какая трагедия происходит из-за выезда на полустречное движение. Говорим, что до трех лет лишения свободы, да, он отсидит три года, выйдет из мест лишения свободы. Но те же жизни, то здоровье, которое калечится на дорогах из-за выезда на полустречное движение, уже не вернуть. Из-за нарушения правил дорожного движения водителям со стажем управления менее двух лет зарегистрировано 195 дорожных раз в происшествии, в которых 20 человек погибли, 247 получили ранения. По сравнению с логичным периодом прошлого года отмечен рост количества ДТП на 7, числа погибших на 4, число раненых снизилось на 20 пострадавших. В Тукаевском районе пример, когда за рулем девушка, стаж 25 дней, выезжает на полустречное движение. Очень тяжкие последствия получили видеоролик, можете посмотреть, выезжает на полустречное движение. Пострадали дети, которые также в тяжелом состоянии доставлены в детское районно-клиническую больницу города Казань. Я еще раз показать видеоролик, если возможно. Что интересно, и в ее автомобиле дети, и во встречном автомобиле каблук находился ребенок, который получили телесные повреждения.